Дорогие любители книг, с праздником вас! С красивым утром! Вербного воскресенья! Итак, сегодня я предлагаю вам путешествие с моими книгами из моей библиотеки. Это литературные места России. Вот этот замечательный альбом прислал мне в своё время букинист Орск Дима. Этот альбом о всех наших русских писателях. Посмотрите, какая красота! Дворцовая площадь. Это Пушкинская природа. Это Михайловская осенью. Это Тригорская. Дом-музей Усиповых. Это природа Тригорского. Это всё Петровская. Это дом Ганнибалов. А это Торжок. Грайлурин Петербурга. Вот это музей Пушкина. Это музей в Москве на Тверском бульваре. Вы, извините, чувствую, что не то говорю. Это на Арбате. Это последний путь. Это замечательный памятник в Москве. Это библиотека Пушкина. Это его друзья, кабристы. Это Торжок. Это кабинет, дом Ганнибалов. Это природа Тригорского. Это аллея любви, аллея Анны Павловны Керн. Это лицей, с чего началась безумительная поэзия Александра Сергеевича Пушкина. Вот такой альбом. Вот следующая книга Болдина «Осень». 1830 год, супер-обложки, изумительное оформление и такое же содержание природы. Михайловская. 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 Тут, по-моему, не надо слух. Такая красота. Такая красота. «Т timeline» «Тригорск». 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 Уси. Прекрасное оформление, прекрасная бумага перемежается С такой любовью сделана эта книга. Москва, планета 1990 года, вот так оформлено. Изумительная экскурсия была в лицее. Эскурсовод до такой степени жизнелюбивая, жизнерадостная И с восхищением рассказывала про жизнь Пушкина в лицее, Что в конце обхода казалось, что вот-вот прибегут парнишки-лицеисты по коридору. Очень хорошая атмосфера сразу же, конечно, после лицейского парка. Вот я там была именно в разгар перестройки. Людей практически не было. Вот тишина, покой, сад заросший. Зашла в кафе, подали кофе в фарфоровой чашечке. Но фарфоровая чашечка была с таким количеством трещин, что я боялась, что горячий кофе выльется на меня. Но вот прошли времена, все отреставрировали. Теперь вообще все замечательно. Со всем справляется, страна справляется со многим. К путешествию по Пушкинским местам Ленинграда я готовилась долго. И, к сожалению, попался такой экскурсовод в Бальзаковском возрасте, но даже не в этом дело. Она преподносила это так, как будто бы рассказывала о себе, а не о Пушкине, посвященное полностью растворенное в себе. И когда мы подъехали к дому музея Пушкина на мойке 12, и нам сказали, что можно выбрать другого экскурсовода, я чуть не вывихнула ногу, так рванула к другому экскурсоводу. И тут, конечно, совершенно по-другому. Вот эта замечательная библиотека, эти окна вдоль коридора, неба, которая практически льется под этими окнами. Такое присутствие семьи и присутствие самого Пушкина. Как многое зависит от экскурсовода. Вот это дом музея Пушкина на Арбате, куда Пушкин привез свою красавицу, жену, сразу после венчания. Так получилось, что в этом музее я побывала через неделю после открытия. Что запомнилось, что музей пустоват, хотя, конечно, очень красивый. Это портьеры, эти красивые мебель, как сказали со всех дворянских усадеб. Эти торчовые кресла. Но присутствие поэта еще не ощущалось. И единственное живое – это прижизненный портрет Натальи Гончаровой, который написал Иван Кузьмич Макаров. И вот этот портрет освещал весь музей. Тогда чувствовалось, что это действительно живое. Вот еще Семен Гличенко «Зовет внуку». Это бессменный директор Михайловского, который он восстановил практически из руин. Очень оберегал, очень много написал книг. Был очень душевным, добрым человеком. Италия Кернин. Какая красота. Наступила весна, и у нас наступает весна. Хороший повторяется. Русская мечта «Зовет внуку». Наступила весна, и арестовала весна. Олимпийся, и арестовала весна. В эстетишabouts весна. Сдавь весна. Адрогевич. А это по литературным местам Чехова. Это семья Чехова в Таганроге. Это с Николаем Чеховым, с младшим братом. Это кабинет Чехова в Москве. Сама в мельях. Я уведомлюсь. Белая дача елки. Чехов шиной из Махаты. Вот этот музей в Москве на Кудринской улице. До такой степени я его хорошо помню. Можно сказать, что каждый метр. Это так называемый комод. Здесь вот точно присутствие Чехова. Очень-очень хорошо прослушивается, просматривается. Это лучшие годы Чехова. Здесь его кабинет. Напротив этого стола окно. Окно выходит на первый этаж. Летом оно всегда раскрытое. И ночью в 3-4 часа через окно приходили друзья. Особенно Левитан. Левитан подходил, кричал в окно. Крокодил, ты дома? И прилизали. И до утра смеялись, общались. Там вот это, где в прихожую впервые вошла Лика Мизинова. И стояла около вешалки. И так смутилась на взгляды хозяина и его братьев, что она просто в пальто спрятала свое лицо. И так прямо вот это вот почувствовалось, что это первая любовь Чехова. Слушай, спасибо большое экскурсоводу. Так рассказывала, что все представлялось очень хорошо. Вот это моя любимая книга в течение Мелиховской жизни. Тоже красивая погода. Это братья. Ликоместинова, о которой я говорила. Это отец. Воздерживает вишневый сад. Поразительно. Сколько сделано в Мелихово. Посажем яблони. Посажем вишневый сад. Я была в июне. Там так буйствовала красота. Росли пионы. И пионы необычные. Они белоснежные, но в середине вишневые листочки. Это кабинет Чехова. Мне казалось, что он не очень удобный, потому что это как проходная комната. Ну и вообще, конечно, поразительно, что в доме все просто со вкусом. Но, конечно, очень-очень тесно. Я не представляю, где там располагались гости. И неудивительно, что в конце концов он построил отдельные книги для себя. Вот такие вот комнаты. Ничего лишнего. Это гостиная. Это кабинет. Это красивая сервировка. Она потом сохранилась в Ялте. Это зима. Самые грустные моменты были зимой и ранней весной. Веранда. Очень красивый пруд, который, опять же, делали своими руками. Там ловились караси. Там ловились караси. Разная рыба. Сколько человеков делали свою жизнь просто немыслимо. Построил три школы. Построил почту на станции. Построил библиотеку. Построил библиотеку на своей родине. И топочек самого Чехова. вот эта школа это человек который принесло счастье вот такая красота это книги из библиотеки натальи а это большущие большущие спасибо диме книги